эх не получилось хотел сейчас снять порыв ветра во время трансляции уникальность в чем что тут загорожено со всех сторон многоэтажками и тем не менее ветер прям сумасшедший но что интересно до жара 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 по как бы палит ну июнь сами понимаете холодно то есть ветер градусов 14 может даже 15 не больше то есть очень холодный прямо скажем так легко сказать как от кондишена да но только мощность напор как и вот видите мне гоблины которые там бухают уже с утра пораньше в 11 утра не просто матом-перематом испортили мне вступление так что извините но это вот реальность это деграденско-городской дамы здоровые мужики на рыбалке нянчиться с детьми там что-то еще надо ну хоть где на даче там походит на свежем воздухе на речке там берется либо на моторе либо они вот уходят и это еще два сейчас вот навстречу идут еще два бухарика побежали еще за догрузкой пока я там сидел не добежали а вот значит поэтому продолжаем про погоду про странности климата короче странности климата наблюдаются просто будучи вчера на месте которое я значит засветил да на секретном месте я конечно очень удивился потому что на вот этой вновь построенной в кавычках распилочной дамбе да на которую триллион денег уже ушло и уйдет еще наверно триллион все из нашего кармана от жены от детей как говорится но эта песня дольского вора очень видны четко все наводнения видны все бревна приплывшие там такое место как буловца получается озеро ну затон вода стоит то есть потому что глубина в затоне большая то есть там под выход дока глубина это примерно 12 метров осадки дока то есть глубина 18 20 метров даже сейчас малую воду и соответственно вода стоит то есть течение там никакого нет и поэтому все бревна которые туда заносит наводнением ветром они остаются их прибивает и по ним очень видно вот изменение уровня изменения амура и вот все эти ощущения когда ты стоишь на уровне там два два с половиной метра то есть нормальный уровень который был раньше в эпоху отсутствия наводнений техногена и сейчас то есть это все очень так воспринимается специфично я вчера еще болтал как бы ну когда я выключал камеру я конечно некоторым образом ощущал вот эту вот хрупкость бытия хрупкость вообще вот этой все великой стройки куда нагнана куча техники там и самое смешное ощущал ну это может быть из-за того что как говорится после того как ты переживаешь но практически выходишь да на адреналини из угрозы жизни это пост так сказать ощущение ну знакомая может парашютистом там летчиком попадавшим не штатку это все как бы когда отходняк не во время процесса резко после как бы за счет чего можно переживать эти все экстремальные ситуации спокойно но потом-то оно все равно как бы догоняет понемногу вот и меня вот там где-то видимо догнала и поскольку было давно я такого не ощущал да в реале просто выход энергетической субстанции в реале то есть идешь до без всякого сна там осознанного просто в реале у тебя субстанция где-то бродит прям в реале тебе гонит информацию ты воспринимаешь ну только что информация не чисто визуально или словесно вербально как бы сказал я многоконтурная такая спрессованная я бы сказал больше даже музыкальные вот это вот музыка природы до ветра мошки там звенящий работающие техники вот это вот музыка хрупкого бытия она прям таки безмолвность этого неба она прям таки возвопила такое у меня было в питере когда я посвечался с ведуном гусляром у владимирского кстати ролик почему-то этот исчез как я его не пытался найти на канале он у меня был на канале там я в прямом эфире его это 19 год май месяц и вот я там записывал гуслярах который просто вынырнул из портала из другой реальности с параллельной и как бы гармонизировал этот угол старый питерского где пять углов там владимирский собор станция метро владимирская это было все на владимирской площади скажем точнее на рынке ой как же он назывался это название такое интересное ну увидите там рынок он один у бабушек в картофельном ряду разумбаум про него пел на вот вот такие вот дела короче и вот только я начинаю снимать начинают ко мне опять-таки идиоты ломиться в телефон всякие разводила и прочее прочее избивают смысле кстати ну вот поэтому мне пришла циферка циферка пришла двадцать четвертый год то есть двадцать четвертый год и вот видите что будет двадцать четвертый год а вот прям фрактальность видите вот такая вот хрень с планетой будет уже происходить не просто до старые какие-то все вполне как говорится по новому мне не дадут они сказать езду этой машины ну как бы засим я больше говорить ничего лишнего не буду потому что хочется без монтажа до сделать хотел сделать стрим опять услышать ответы вопросы ваши но не получается видите youtube просто намертво банит поэтому ответы вопросы лучше забегайте на бусте да там как-то по реальной просто там уже все таки вероятность провести стрим будет какая-то хотя тоже у меня проблем на что там на бусте можно только с компа стрим проводить с телефона не получается пусть там крайне мягко скажем тупой механизм организации стрима ну тем не менее тем не менее все спасибо всем до свидания с вами был юрий давайте